МАКСИМАДЗИЯ По флеш-играм, как мы вот три панды недавно проходили, то я решил действительно, а почему бы не создать такую рубрику как флеш-игры и играть в игры, которые реально вызывают ностальгию не только у меня, но и как выяснилось и у моих зрителей в том числе. И сегодня я предлагаю сыграть в такую ностальгию как Red Bull. Вообще игр пар с серии Red Bull много. Я играл в Red Bull 1, Red Bull 2, Red Bull 3 и Red Bull 4. Red Bull 4 самая популярная часть и кстати говоря именно с нее я и начал знакомство с этой игрой. А вообще вот многие из вас я думаю помнят такую игру Bones, которая была на таких ноги как 16-16 или там 12-80 в черно-белом формате. И по правде говоря не только на этих моделях, она была на многих телефонах. Более того были, помимо этой игры, была еще Bones Tales, то есть от Nokia тоже как бы такие игры, там более разнообразная приключенческая игра. Bones Touch для Nokia 5800 Express Music например играл, играл тоже когда у моего отца был такой телефон. Если он появится, тоже может обзор сниму и игру эту естественно покажу. Пока у меня этого телефона нет, на авито не могу найти, там везде либо в хлам убитые аппараты, либо цены совершенно конские, ненормальные. Ну так вот, Red Bull, этот Bones действительно была хорошей игрой, но вот я наткнулся на Red Bull, которая в принципе во многом реально похожа на Bones. Также играем за красный шарик и по различным уровням бегаем, игра довольно интересная. Собственно говоря, давайте начнем. Я тут уже чуть-чуть потестил. О, вы видели глюк, что циферки пропали, но это не важно. Уровней всего 12, но вообще я помню, что когда играл давным-давно, вообще я не помню в каком году я познакомился с Red Bull, по-моему в 2011. Ой, как давно, это жесть просто. Я просто до сих пор помню, реально, тогда вот эти сайты, на которых официально распространялся Red Bull, содержали еще 5 бонусных уровней, один из которых, я помню, состоял из таких золотых башен в виде звезд. И я был в деревне Старый Компьютер, я на нем в пейнте очень много чего, блин, рисовал. Много рисовал картинок, я привожденным художником был, так сказать, не то, чтобы идеально рисовал. Но вот, к сожалению, мало картинок сохранилось. Но я что только не рисовал, вот как раз таки я рисовал там один из таких уровней, вот звезды. Блин, тот самый уровень со звездами, к сожалению, этот рисунок не сохранился, но я его помню. И он был нарисован в 2011 году, судя по дате, а значит я реально знаком с этой игрой давно. В каком именно году вышла данная игра, я не знаю, я нигде не нашел об этом информации. Если вы знаете, пишите в комментах, буду благодарен. Здесь уровень всего 12, бонусных уровней, увы, нет. Собственно, мы натыкаемся вот уже на пятом уровне на такие новые вещи, как вот такой переключатель, который убирает подсвечивающиеся объекты соответствующим цветом. Задача, как вы уже поняли, допрыгнуть вот до этого флага. Вроде бы ничего вообще сложного в этом нет. Я чуть-чуть потише сделаю. Вот так. Спринг-бордс. Вот такие вот прикольные реально вещи. Хорошо прыгнули. Вот так. Здесь нужно добраться уже до красного переключателя, которого поблизости мы не видим. А маленькие флажочки, как вы уже поняли, это чекпоинты. Количество жизней не ограничено. Слава богу. Здесь вот такие вот коробки уже появляются, которые нам служат как бы для того, чтобы перебраться через вот эти красные шипы. Первая часть, как вы видите, выполнена в очень простой графике. У шара присутствует только рост. Музыка довольно простая, но увлекательная. Графика очень простая и реально чувствуется атмосфера каких-то с древних таких годов. Ах, не допрыгнул. Осталось немного, это уже восьмой уровень. Хорошо. Но даже есть такие вот интересные вещи в игре порой. Мы едем на автомобильчике, потому что на эту красную дорогу нам вставать нельзя. Ну да, не очень всегда у нас это может получиться. Наверное, надо контролировать автомобилем как-то поусерднее. Чтобы он там не выпал, куда не надо. Ну вот, со второй попытки получились, как видите. Ниндзя на мосту. А здесь наоборот, не надо трогать эти переключатели, иначе платформа исчезнет. И вот я это сделал. Блин. Да что ж такое. Ну у него прыгучести не хватает. Ну-ка, а я смогу вот так сделать? Не, не хватило ему распрыжки туда. Будем пытаться. Будем пытаться перепрыгивать. О, тихо! Нихрена ж себе. А там даже чекпоинта не было. Блин. Вообще, по правде говоря, я уже проходил RedBall на своем канале очень-очень давно. Году 2019, по-моему. Прошло уже целых пять лет. Тогда я снимал гораздо менее качественно, чем сейчас. И вот такая вот фигня она задевает. И сейчас... И толком я не закончил прохождение. Я RedBall 4 полностью не прошел. Сейчас я намереваюсь сделать это, пожалуй. Да что ж такое. Как это пройти-то? Вот так. Рассчитать все четко. Ааа, блин. Вообще, благодаря RedBallу именно и... Именно... Именно благодаря RedBallу, любой из частей, а также Bones на Nokia, я реально полюбил игры в жанре платформер. в том числе и марио как раз таки марио платформер не все игры про марио платформ конечно я говорю про самые такие основные самые наиболее такие как вот самый известный марио который на андре не выходил с да не очень это просто бывает да что же ты будешь делать не вот это блин прыжок камушек катить блин я играл конкретно в 1 red bull как я уже говорил 2 3 и 4 все остальные игры которые флэш видел red bull они мечут не понравились они его это вообще не тот ряд был уже пошел не это не та легенда кто играл в какие части пишите в комментах может быть вы играли в какие-то части которые не играл я а вот и поезд есть даже и нам нельзя просто ехать в этом поезде до игра шпатлаги начинает потому что он даже звуки издает чем прикол поезд до этого здесь лак находят болен лак находится на первом вагоне поезда и нам надо доехать до него если мы не успеем доехать поезд и упадет и флаг вместе с ним поэтому я тут не получилось не так то просто это сделать я вообще выпал из поезда вообще звук пропал ну да этот уровень перегружен сказать так сказать да не так то просто надо из вагона в вагон перепрыгивать все таки но с такими тормозами это сделать будет не так просто я не стал рисковать прыгать через тот вагон потому что вон он флаг надо допрыгнуть до него скорее о прям в самом конце у нас то получилось сделать и последний уровень прямо так и называется последний уровень но есть я реально играл даже раньше версию где было еще бонусных 5 уровней которые были не менее интересными чем вот первые 12 не менее интересными я уже говорил я помню один из них это был уровень который был выполнен из башен виде золотых звезд к сожалению версия нас здесь сейчас уже нигде не смог если вдруг случайно найдется может отдельное видео сделаю по этим уровнем но если ты реально произойдет я нигде не находил еще помню был уровень который немножко похож на какой-то там и не маркет или что-то типа того да блин и так то просто как бы разложить так коробки чтобы блин как бы допрыгнуть туда четко да и что ж ты будешь делать а да блин о четко встали квадратики сейчас будет легче намного заплю четко квадратики встали просто не получилось чуть-чуть вот блин я рассчитывал что я не наткнусь на это дело да здесь хотя и штука красный но она нам вреда не несет мы на ней просто катимся на этой канатной дороге и да мы вот мы и прошли red ball и причем я помню их версии было это там там короче в том месте была написана надпись что там вроде то ли надо на сайт подписаться чтобы эти уровни открыть бонусный то ли еще что-то сейчас по моему этот сайт уже недоступен и не знаю смогу ли я найтись свой смогу ли я найти доступ к тем уровнем ладно в общем 16 минут заняла у нас эта игра обязательно будем проходить еще red ball 2 будет в следующем так подобном выпуске с каждой новой частью игра становилась все лучше улучшения появлялись и так далее в общем это было прохождение red ball первой части спасибо за просмотр подписывайтесь на мой блог и канал в группу вконтакте канал за ней всем пока и пока то и автомобиль его ante и